Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – фазовые переходы первого и второго рода. План занятия. Первый вопрос – фазовые переходы первого и второго рода. Второй вопрос – диаграмма состояния. Третий вопрос – тройная точка. Фазы называются термодинамические равновесные состояния вещества, отличающиеся по физическим свойствам от других возможных равновесных состояний того же вещества. Если, например, в закрытом сосуде находится вода, то эта система является двухфазной. Жидкая вода, жидкая фаза, вода, газообразная фаза, смесь воздуха с водяными парами. Если в воду бросить кусочки льда, то эта система станет трехфазной, в которой лед является твердой фазой. Переход вещества из одной фазы в другую, фазовый переход всегда связан с качественными применениями свойств вещества. Примером фазового перехода могут служить изменения агрегатного состояния вещества или переходы, связанные с изменениями в составе, странений и свойствах вещества. Например, переход кристаллического вещества из одной модификации в другую. Различают фазовые переходы двух родов. Фазовый переход первого рода, например, плавление, кристаллизация и то и другое, сопровождается поглощением или выделением теплоты, называемой теплотой фазового перехода. Фазовые переходы первого рода характеризуются постоянством температуры, изменениями энтропии и объема. Объяснение этому можно дать следующим образом. Например, при плавлении телу нужно сообщить некоторое количество теплоты, чтобы вызвать разрушение кристаллической решетки. Подводимая при плавлении теплота идет не на нагрев тела, а на разрыв межатомных связей, поэтому плавление протекает при постоянной температуре. В подобных переходах из более упорядоченного кристаллического состояния в менее упорядоченное жидкое состояние степень беспорядка увеличивается. То есть, согласно второму началу термодинамики, этот процесс связан с возрастанием энтропии системы. Если переход происходит в обратном направлении, то есть кристаллизация, то система теплоту выделяет. Фазовые переходы, не связанные с поглощением или выделением теплоты и изменением объема, называются фазовыми переходами второго рода. Эти переходы характеризуются постоянством объема и энтропией, но скачкообразным изменением теплоемости. Общая трактовка фазовых переходов второго рода предложена академикам Ландау. Согласно этой трактовке, фазовые переходы второго рода связаны с изменением симметрии выше точки перехода системы. Как правило, обладает более высокой симметрией, чем ниже точки перехода. Примерами фазовых переходов второго рода являются переход феромагнитных веществ, например, железа, никеля, при определенных давлений, температуре в парамагнитное состоянии, переход металлов и некоторых сплавов при температуре, близкой к 0 кельвина. Сверхпроводящее состояние, характеризуемое скачкообразным уменьшением электрического сопротивления до нуля. Превращение обыкновенного жидкого гелия при температуре 2,9 кельвин в другую жидкую модификацию, обладающую свойствами сверхтекучести. Для наглядного изображения фазовых превращений используется диаграмма состояния, который показан на рисунке 1, на которых в координатах ПТ задается зависимость между температурой фазового перехода и давлением в виде кривых испарения, то есть кель. И плавление КП. И сублимацией КС, то есть кривые сублимации, вот на экране на рисунке видно, вот у нас КИ, КП и КСН, соответствующие условиями существования твердой, жидкой и газообразных фаз. Кривые на диаграмме называются кривыми фазового равновесия. Каждая точка на них соответствует условиями равновесия двух сосуществующих фаз. То есть кривая плавления, например, твердого тела и жидкости. КИ, то есть кривая испарения жидкости и газа. А КС, кривая сублимацией, это у нас твердого тела и газа. Вот как раз видно, вот КТ, Ж, жидкость и газообразная фаза, вот К. Диаграмма состояния, строящаяся на основе экспериментальных данных, позволяет судить, в каком состоянии находится данное вещество при определенных П и Т, то есть давлении температуры. А также такие фазовые переходы будут происходить при том или ином процессе. Например, при условиях, соответствующих точке 1, в которую покатим на рисунке 2. Вот точка 1. Вещество находится в твердом состоянии, а в точке 2 в газообразном, а в точке 3, одновременно в жидком и газообразном состоянии. Допустим, что вещество в твердом состоянии, соответствующем точке 4, которая на экране показана, подвергается изобарному нагреванию, изображенному на диаграмме состоянии горизонтальной, штриховой прямой 4, 5, 6. Из рисунка видно, что при температуре, соответствующей точке 5, вещество плавится. При более высокой температуре, соответствующей точке 6, начинается превращаться в газ. Если же вещество находится в твердом состоянии, соответствующем точке 7, то при изобарном нагревании, то есть штриховая прямая 7, 8, кристалл превращается в газ, минуя жидкую фазу. Если вещество находится в состоянии, соответствующей точке 9, то при изотермическом сжатии, штриховая прямая 9, 10, вот показано, оно пройдет следующие три состояния, то есть газ, жидкость, кристаллическое состояние. На диаграмме состояния, который показан на рисунках 1 и 2, видно, что кривая испарения заканчивается в критической точке К, поэтому возможен непрерывный переход вещества из жидкого состояния в газообразный обратно в обход критической точки, без пересечения кривой испарения, то есть переход 11 на 12, который показан вот на рисунке. Вот этот переход 11 на 12. То есть такой переход, который не сопровождается фазовыми превращениями, это возможно благодаря тому, что различие между газом и жидкостью является чисто количественным. Оба эти состояния, например, являются изотропными. Переход же кристаллического состояния, в жидкое или газообразное, может быть только скачкообразным, то есть в результате фазового перехода. И переход кристаллического состояния характеризуется анизотропией. Поэтому кривые плавления и сублимации не могут обрываться, как это имеет место для кривой испарения в критической точке. Кривая плавления уходит в бесконечность, а кривая сублимация идет в точку, где давление равняется, давление и температура равняется нулю. На этом мы сегодня заканчиваем нашу лекцию и перейдем на вопросы для закрепления. Первый вопрос. Что такое фаза? Фазовый переход. Второй вопрос. Чем отличается фазовый переход первого рода от фазового перехода второго рода? Третий вопрос. Что можно вычитать из диаграммы состояния, используемой для изображения фазовых превращений? На этом мы лекцию заканчиваем. Спасибо за внимание. Продолжение следует...